Павел Прокопенко Нет, у Михаила Ефремова на эту минуту нет адвоката, именно поэтому сегодняшнее заседание оказалось одним из самых коротких в процессе и продолжалось всего несколько минут. Ефремов прибыл к зданию суда на автомобиле службы исполнения наказаний, дежурная процедура, а вот адвокат потерпевших устроил настоящую конспирацию. Из Роллс-Ройса Александра Добровинского вышел молодой человек, сказал, что сегодня он участвует в процессе. И пока журналисты отвлеклись на этого мужчину, сам Добровинский с противоположной стороны забежал в здание суда. Ну, конечно, интрига сегодняшнего дня, кто же будет новым адвокатом актера. Я напомню, в пятницу обвиняемый неожиданно отказался от защитника Эльмана Пашаева, объяснив это тем, что суд не воспринимает всерьез его заявление. Ефремов в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового адвоката. На сегодня этого не случилось, повторюсь. На заседании обвиняемый заявил следующее. Субтитры предоставлены следующее. У суда сегодня многочисленная группа поддержки Ефремова. Мы уже слышали споры сочувствующих и тех, кто считает, что он виновен. Сажайте в тюрьму его, сажайте. Ефремов будет освобожден в зале суда. Видите, как в забавке все работают. Но самым громким в прямом и переносном смысле стало выступление Никиты Джигурде. Цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, смонтирован из исходного видеофайла, снятого на смартфон и имеет многочисленные признаки монтажа. Гражданин Александр Добровинский, как я его называю, Паниковский, он мошенник, который бросил фейк в СМИ. И я подаю на него в суд. Нужно напомнить, на какой стадии находится процесс. В суде уже выступили потерпевшие. Трое из них – вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова – заявили к Ефремову иск на 1 рубль, подтвердив позицию, что никакой компенсации от актера не примут. В то же время старший сын погибшего заявил иск на 7,5 миллионов и потребовал максимально строгого для актера наказания. Как стало известно на ранее в пятницу, Ефремов перевел каждому из четырех потерпевших по 200 тысяч рублей. Многие свидетели подтвердили, что Ефремов после столкновения находился в машине один и был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте. И только один плоховидящий свидетель защиты заявил, что актера не было за рулем в момент ДТП. Защита обещала еще одного свидетеля с такими же показаниями. Проблема в том, что этот человек находится в Краснодарском крае, не едет в Москву, потому что боится. Линия защиты строится на том, что автомобилем управлял другой известный человек, имя которого пока не разглашается. Сам Ефремов вину не признает. Новому адвокату еще предстоит войти в процесс, ознакомиться с материалами дела. Новое заседание, следующее, назначено на 31 августа. Артем. Спасибо. На прямой связи со студией был наш специальный корреспондент Павел Прокопенко. Сегодня Пресненский суд Москвы должен был вернуться к рассмотрению дела Михаила Ефремова. Ранее артист отказался от услуг своих адвокатов, а новых до сих пор не нашел. И вот заседание перенесли на 31 августа.